ЗАПАДНАЯ Армения Участок дороги Ахалцихи-Ахалкиалаки в Джавахке находится в аварийном состоянии. Число жертв взрыва в Байруте достигло 149 человек. СМИ. Политика. Для христиан Турции решение по собору Святой Софии стало еще одним ударом. В Степанакирте будет открыта уличная библиотека под открытым небом. Остров Ахтамар в Западной Армении, который ежегодно посещает тысячи людей, был закрыт для посетителей с марта в рамках мер по борьбе с коронавирусом и в связи с процессом нормализации. Все музеи и археологические памятники открылись с 1 июня 2020 года. Посещение острова Ахтамар в рамках коронавирусных мероприятий будет проходить с 10 утра до 17 вечера. Остров Ахтамар и музей Урарту будет закрыт по понедельникам. После Сосунского восстания 1894 года государственная машина Османской империи начала запланированный геноцид против христиан. Чтобы осуществить панасламистские и пантюркские планы, султана Абдула Хамида среди национальных меньшинств начали распространять вражду. Были сформированы хамидийские полки, основной целью которых было подавление и уничтожение национальных меньшинств. Осирийцы, один из древних народов Ближнего Востока, не избежали политики геноцида Османской империи. Люди, которые существовали без собственного государства около 2,5 тысяч лет, в начале 20 века находились на грани исчезновения. По данным 1914 года в Османской империи проживало 1 миллион осирийцев, из которых почти половина, по разным оценкам от 500 тысяч, стала жертвами геноцида. Полный материал доступен на нашем сайте. В первом полугодии 2020 года объем сельскохозяйственного производства составил 25 миллиардов 962 миллиона драмат, то есть 90% от показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом в ответ на письменный запрос новости Армении Ньюс.ем сообщили в прислужбе Министерства сельского хозяйства Арцаха. Показатели импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции за январь-мар 2020 года по данным Министерства за указанный период следующий импорт 9189 миллиардов драмов, экспорт 125 тысяч 2 миллиарда драма. Экспорт составил 98% от показателей того же периода прошлого года и импорт 163%. В первом полугодии из Арцаха вывозилась в основном готовая пищевая продукция. По сравнению с предыдущим годом того же периода ее экспорт увеличился на 153%. Около 6-7 километров трасса Ахалцехи-Ахалкалаки от города Ахалкалаки до моста Корхиццхали находится в разрушенном состоянии. Время от времени ямы заполняются песком, однако это решает проблему лишь до первого дождя. Дорога Ахалцехи-Ахалкалаки, в частности участок на расстоянии 50-60 километров от Ахалцехи, стал опасным для водителей. Ямки начинаются уже в самом городе. Водители жалуются, что после поездки по этой дороге автомобиль приходится отвозить на починку. Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития инфраструктуры Грузии объявил тендер на сумму в 6 638 460 лари для реабилитации дороги Ахалцехи-Ахалкалаки. Однако тендер пока не состоялся. Не менее 149 человек погибли, свыше 5000 пострадали в результате мощного взрыва, который произошел 4 августа в морском порту Бейрута. Об этом сообщила в четверг ливанской газеты «Ариент Лежур» с осылкой на источник в Министерстве здравоохранения. Взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни зданий, более 300 тысяч человек остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тысяч тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами 6 лет назад. Власти в связи с инцидентом задержали 16 членов администрации порта, в том числе и его директора. Для христиан Турции решение властей превратить собор Святой Софии в мечеть стал еще одним ударом по их и без того маргинализованной общине, пишет политика. Этот шаг не стал неожиданностью для Минаса Василий Деса, владельца единственной в Стамбуле газеты на греческом языке. Проблема Святой Софии не является чем-то новым, отметил он. О ней часто говорили, но в конце концов она всегда рассеивалась. Христиане Турции заняли осторожный подход и мало кто из них высказался. Например, армянский патриарх Стамбула в июне поддержал возобновление богослужений в соборе Святой Софии, хотя он предложил предоставить место для молитвы христианам и мусульманам. Василий Дес также тщательно подбирал слова. Есть люди, которые аблодируют этому решению, но заставляют христиан, живущих в городе, быть особенно внимательными к тому, что они говорят, поэтому их могут неправильно понять, отметил он. Исламистская и националистическая атмосфера делает жизни христиан в Турции некомфортной. «Боюсь, что это превращение собора в мечеть может вызвать напряженность», отметил и Эд Фрат Данзикян, главный редактор Стамбульской армянской газеты «Акос». По его словам, решение по собору Святой Софии было лишь последним националистическим шагом со стороны консервативного правительства Турции. Все христианские меньшинства и светские люди несчастны и испытывают страх. Некоторые молодые христиане думают покинуть Турцию и переехать, а в западные страны добавил также он. В 1914 году христиане по-прежнему составляли около 20% населения современной Турции. Но первая половина XX века произошла серия массовых убийств, депортаций и погрома, включая геноцид против армян 1915 года, в результате которого погибло полтора миллиона человек, напоминает политика. На этот раз фонд Awesome Foundation Арцах признал победителями идеи уличной библиотеки. Как сообщается на сайте фонда, финансирование было предоставлено сразу четырем авторам. Цель проекта создать в Степанакерте уличную библиотеку под открытым небом, чтобы в летние дни люди могли читать в парке. Книгу можно будет оставить или отдать, обменяться. Каждый год это место ко дню книги может превращаться в настоящий праздник. Будут организованы также книжные выставки и другие тематические мероприятия. На сегодня у нас все. Далее мы подставим вашему вниманию в гайстане пятакан камера Иньярк Чахумб. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!